Клопы, тараканы, вонь и хлам – так было не всегда. Соседи рассказывают, что 10 лет назад Валерий Никулин потерял работу на заводе. Возможно, тогда и произошел перелом в его психике. Соседи как могли, предлагали работу ему какую-то. Ну, кто где-то видел объявления какие-то, предлагали ему. Но он не пьет, не курит, ну, чтобы вот так. Фото, сделанное летом, безразличный ко всему человек, сидит под своим окном. Агрессивности не проявлял, просто просил оставить его в покое. Некоторые соседи знали его с детства, знали его родных и уверяют, у Валерия всегда были проблемы с психическим здоровьем. Но финальный выбор он все-таки сделал сам. Валерка, ну ты хоть вот подметай вот это, сколько-то ты будешь получать, ты хоть за квартиру плати, хоть что-то ты войдешь в кусок. Ну, я буду за 4 тысячи, восьми два участка будет, 8 тысяч. Ну, он нет. Долгов за квартиру, кстати, за годы накопилось на сотни тысяч. При этом Валерий тащил в дом вещи отовсюду. Со всеми вытекающими для соседей последствиями. Ну, вон тараканы, я, наверное, так думаю, и клопы, наверное, и крысы, и мыши, вон. К вам никто не прибегал, не прибегал? Тараканы у всех, у вас, наверное, тоже в деклопо стоит? Ну, мы-то постоянно тоже. Мы-то плохо. Соседи говорят, делали, что могли. Пытались связаться с родственниками, но те помогать не стали. Писали заявления, обращения, но ни соцслужба, ни врачи, ни даже полиция помочь были не в силах. Выселить Валерия принудительно. Суд отказал. Злого умысла, дескать, нет. А они дееспособны. Валерий до сих пор не признан. По закону же, без согласия самого человека, поместить его в психиатрическую клинику, чтобы обследовать, нельзя. Замкнутый круг. Год назад он лежал в клинике, но, по словам соседей, его подлечили и отпустили. И вскоре он совсем закрылся от людей. Лишь после выхода нашего сюжета, как нам рассказали в соцслужбе, каким-то чудом его снова уболтали поехать в клинику. И теперь проблему намерены решить кардинально. Дальше будем думать в помощи по установлению инвалидности. И, соответственно, потом о дальнейшем его размещении. Либо это будет опека со стороны физического лица, либо это будет стационарное соцучреждение. Но там вот как уже получится, загадывать не будем. Но пока на сегодня наша задача все-таки с его здоровьем разобраться. Так что, можно сказать, эта история выходит на хороший финал. По крайней мере, мужчина получит достойный уход. Судя по тому, что мы узнали в соцзащите, подобный сюжет может быть далеко не последним. В целом, по Барнаулу сегодня около тысячи подобных людей. И у многих ситуация даже хуже, чем у Валерия. Каждый год их становится при этом больше на несколько десятков. Илья Кочетков, Анастасия Дороган, Алексей Фризин, Николай Шелко. День с толком.